В этом году охотникам за черникой стало гораздо проще. Документ о сборе дикорастущих ягод претерпел изменения. И сборщики могут использовать для промысла ручные приспособления – комбайны и гребёнки. А значит, шансы подзарабатывать увеличиваются. Собирать, конечно, надо. И комбайнами не махать, как шашкой, а спокойно. Подошёл к кустику, взял его рукой и снял ягодки. Другой кустик снял ягодки. И вот таким способом я знаю, что в Радане ягоднику не причинится. Дар леса у населения скупают кооператоры и частные заготовители, которые несут вахту возле железнодорожного вокзала. После обеда у них начинается час-пик. Черничку мы принимаем по 4,10. Цена черники в этом году намного меньше, чем в том году. Но немножко есть. Связано с погодными условиями, да? Четыре всего, я не знаю, не уродила. В том году было намного больше черники, чем в этом году. Уже не первый год бобручанка Мария в черничный сезон ездит в лес, как на работу. Говорит, копейка в семейном бюджете лишней не бывает. Женщина бережно собирает ягодку к ягодке. И только вручную. За один визит выходит больше двух килограммов. Чтобы дома не сидеть, выйти в лес, подышать воздухом и набрать ягод. Как ягоду найдёшь? Какая большая, маленькая полянка? Черника ягода хоть и целебная, но может нанести организму непоправимый вред. Она интенсивно накапливает радиоактивный цезий. Поэтому специалисты не рекомендуют собирать её в потенциально опасных местах. И на всякий случай убедиться в её безопасности. Процедура не отнимет много времени и финансов. Зато даст правильное представление о том, что в итоге окажется на столе. Дары леса бесплатно проверят в лаборатории. Для этого нужен минимум литр черники. За текущий период 2019 года у нас проверено 34 пробы даров леса. Ягоды, грибы, дикое мясо. Из них 4 не соответствуют нормам. Это черника, доставленная 3 пробы с Гомельской области и одна с Кировского района деревни Дубцы. Специалисты Центра гигиены зарегистрируют, где была собрана ягода. Для статистики в кратчайшие сроки сообщат результат. Чернику с повышенным содержанием радионуклидов обратно не возвращают. А в розничную торговую сеть отправляют ягоду, если уровень накопленной радиации не превышает 185 бекерелей.